Первоклассник Алёша Павличенко Не может восьмилетний мальчик обращаться к взрослым людям словом «ребята». Возможно, репетицию перед интервью с ним провел кто-то из легендарных военкоров. А может и родители подсказали. После Дня Победы в соцсетях появилось видео, на котором восьмилетний мальчик Алёша под Белгородом встречает и провожает проезжающих мимо военнослужащих. Ролик сделал ребёнка звездой федерального уровня. У него наперебой берут интервью российские каналы ненависти. «Я сам захотел. Делаю это, чтобы военным было хорошо. Они же далеко от дома, им грустно. Я их поддерживаю. Я их делаю счастливыми». Чужими, взрослыми словами отвечает первоклассник. «Вы понимаете?» И продолжает. «Мы с ними немного разговариваем. Как у них жизнь, как у меня». Мама ребёнка Юлия рассказала, что Алёша сам пришёл к выводу, что солдаты – это чьи-то дети, которые сейчас находятся далеко от дома и поэтому нуждаются в его поддержке. «У нас даже был такой случай. Были слышны хлопки, и мы подумывали на время переехать». На что Алёша сказал, «Но это же мои военные. Как я их оставлю? Никуда я не поеду». Делится с пропагандистами мама Алёши. А ещё она рассказывала, что её отчим был военным. А папа мальчика Никита рассказал, что также свою роль сыграли гены. «Мой дед был артиллеристом. У жены тоже все деды прошли войну». «Ну, я считаю, что воспитание, конечно, своё дало». 15 мая Министерство нападения России опубликовало пост, посвящённый Лёше. Ведомство Шойгу выложило в своих группах в соцсетях картинку с надписью «Спасибо, Лёша!» и изображением танка, рядом с которым стоит мальчик. Ребёнок стал настоящим символом спецоперации. Когда вырастет, мальчик мечтает стать военным, генералом. Телеканал «Звезда» с восторгом повествует, что мальчик Алёша увлечённо смотрит выступления президента России и хочет когда-нибудь с ним увидеться. Миф Алёша стал коммерциализироваться. Губернатор Белгородской области уже объявил, что местные кондитеры начали выпускать шоколад Алёша. «Надо отдать должное сообразительности родителей Алёши. Они стремятся выжать всё из превращения сына в символ спецоперации». «Вот и всё». «Не думаю, что Алёша станет генералом. Скорее всего, военная династия семьи Павлюченко на нём прервётся. Просто потому, что после окончания Вечной войны Путина у России вообще не будет армии. И неизвестно, будет ли Россия. А если будет, то в каких границах?» «Путин! Путин!» «Это серьёзная вещь». Российский пропагандист Соловьёв заявил, что побывал на Донбассе и там обратился к украинским военным. В своём обращении он спрашивал военных, что они забыли на земле Донбасса и призывал их возвращаться в Киев. «Украинский солдат, я обращаюсь к тебе. Я Владимир Соловьёв. Скажи мне, что ты забыл на земле Донбасса?» Украинский военнослужащий Егор Фирсов, мой земляк и мой товарищ, который сейчас служит в Донецкой области, ответил Соловьёву и объяснил, что вот конкретно он забыл на земле Донбасса. Свой ответ Егор записал на видео, и я очень хочу, чтобы это видео увидело как можно больше людей. Давайте посмотрим. «Всем привет. Тут российский пропагандист Соловьёв обратился к украинским солдатам и спросил, что мы забыли на земле Донбасса. Меня зовут Егор Фирсов, я украинский военнослужащий 109-й Донецкой бригады территориальной обороны, и я отвечу Соловьёву. Я ничего не забыл на земле Донбасса, потому что я сам из Донбасса, и родился и вырос в Авдеевке, и сейчас мой родной город стирает с лица земли российская армия. Мне некуда уходить. Это моя родина, это Украина, и мы у себя в стране. Это вы, оккупанты, которые пришли в мой дом и уничтожаете мой родной город вместе с его жителями, вместе с моими соседями и друзьями детства, и мой долг как человека, который здесь родился и вырос, защищать свою родину от вас, тех, кто пришел, чтобы все здесь уничтожить. Вы хуже гитлеровцев, потому что даже гитлеровцы не сделали того, что сделали с Донбассом вы. Посмотрите на Мариуполь, посмотрите на Бахмут. Вы полностью сравняли их с землей. Вы пришли и уничтожаете даже те здания, которые 80 лет назад пережили немцев. За вами остается пепелище, и вы называете это помощь Донбассу? Нет, это не помощь. Тот, кто любит людей, никогда, никогда такого не сделает. Вы ненавидите Донбасс и уничтожаете здесь все. А наш долг защищать Донбасс от вас. Таких, как я, десятки тысяч, и мы никуда не уйдем с нашей малой родины и будем стоять до конца. Конечно же, ты не покажешь мой ответ на своем канале, потому что ты способен только лгать. Ты боишься правды, потому что правда не за вами, правда за нами. Мы на своей земле, поэтому мы победим. Слава Украине! Добавить к сказанному, в общем-то, и нечего. Единственное, что можно сказать, что вот за этот год войны россияне, в общем-то, ничего так и не поняли. Российская пропаганда так и продолжает врать про какой-то восставший Донбасс, который борется против Украины. Хотя на самом деле сами россияне, в том числе, которые лично принимали участие в этих событиях на Донбассе еще в 2014 году, уже давно открыто признали, что никакого восставшего Донбасса на самом деле нет. И без вмешательства людей из России в 2014 году война там никогда бы не началась. Россияне так и продолжают до сих пор верить, что на Донбассе живет большинство людей, которые только и ждут, пока вот Россия придет, их спасет, им поможет. Хотя на самом деле, если такие люди раньше действительно и были, на Донбассе их было много, и многие симпатизировали России и любили ее, то после всего, что Россия делала эти 9 лет, после всего, что она продолжает делать сейчас, ну таких людей там практически не осталось. А те, кто остались, до сих пор так думают, но у них явные проблемы с головой. Факт в том, что на самом деле десятки тысяч жителей Донбасса сейчас воюют на стороне Украины против России. Это страшно неудобный факт для российской пропаганды. Она его всячески замалчивает, старается игнорировать, не признавать. Но, тем не менее, это факт. И рано или поздно им все равно придется это признать. Потому что это данность и невозможно игнорировать реальность все время. Поэтому давайте распространим вот это обращение, это очень важно. Давайте такую информацию распространять, пусть она доходит до большего количества людей, чтобы все просто знали реальную ситуацию, знали правду о том, что происходит. И обязательно подпишитесь на канал, это тоже важно, потому что здесь вот как раз постоянно выходит такая информация, и важно, чтобы как можно больше людей ее знали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!